Привет! Запад24, говорит Ачинск. В этой программе мы поднимаем все самые накипевшие вопросы и актуальные проблемы. Если у вас такие имеются, пишите, звоните нам по номеру телефона, который видите на экране. Ну вот и дождались. Наконец-то в Ачинск прибыли новые трамваи. Новые для Ачинска, старые для Москвы. Этим трамваем уже по 10 лет, ну а нашим-то по 30. Так что я считаю, отличная замена. Между прочим, этим транспортом ежедневно пользуются более 11 тысяч человек. Ну пока только первая партия пришла. Пришло еще 4 вагона у нас. Ожидается 10. Для нас это, конечно, значимое событие. Ждали мы все. Трамваи уже двигаются по территории, то есть своим ходом мы уже сделали пантографы, на них прицепили. Поэтому мы сейчас будем их поддомкрачивать, снимать тележки, вытаскивать двигателя, вакуумную пропитку делать. Это наша технология, которую мы, наши все двигатели сделали. И это оправдывает себя. Мы сверхдопустимые нормы выпадения осадков ездили, то есть когда не 7 сантиметров над уровнем головки рельса, а гораздо выше. То есть машины не могли проехать, трамваи ездили в этом году. Поэтому то же самое хотим сделать с этими вагонами, чтобы уже надежно. Ну вот мы и внутри. Давайте протестируем. Удобно, места хватает, колени не жмет. Под каждым сиденьем есть обогрев. Окна большие, поэтому света много. В общем, очень комфортно. Сразу визуально видно, да, панель, во-первых, светодиодная, да, все видно на мониторе. Работа дверей. Вот если мы дверь открываем, все на мониторе отображается. Все нагрузки, работа аккумулятора, работа контактной сети и так далее, и так далее. Теперь вот если вы кнопочку желтую нажмете вот на турникете, сигнал, видите, отображается. Кто-то обращается с первой двери. Водитель уже видит визуально и ориентируется. Спидометр с одометром. А спидометр 120? Ну, до 120 скорость. Ну, он может разогнаться. Потому что спидометр, он не трамвайный, а он автомобильный. Но может разогнаться, то есть ограничений по скорости у трамвая нет. Все зависит от пути. Ну, вы же знаете, сейчас скоростные трамваи вводят в больших городах, а там скорость до 300 километров у трамвая. Так что техника нам досталась очень хорошая, удобная. Пульт управления, джойстик. Водитель сидит и ничего не отвлекается, ручкой вперед-назад. А вот сейчас, наверное, глупый вопрос будет. Я вот вижу педаль газа. Нет, это не газ, это педаль безопасности. Это сделано для того, что вот водитель села в вагон, педаль нажала, все, вагон готов к работе. Если вдруг с водителем что-то случится, плохо себя почувствовала, она, естественно, педаль отпускает. Все, вагон останавливается, скажем так, в зависимости от скорости, ну, можно сказать, моментально. Какие изменения новшества? Дверной проем поменьше с целью экономии тепла. Но добавили двери, то есть их уже 4. На нашем вагоне их 3, здесь уже 4. Также система вентиляции работает летом, если жарко, включаются вентиляторы и, скажем так, забортный воздух, в салон подается тепло. Система обогрева. Стоят тепловые завесы, которые отсекают холодный воздух, который от двери. Подогрев сидений. Значит, система видеонаблюдения, которая контролирует все двери. Водитель может управлять вагоном не из кабины, а с улицы. То есть там пульт управления, кнопки движения назад, вперед. То есть... С улицы или вот изнутри, вот отсюда? И с улицы, и снутри. То есть, если мне надо, ну, допустим, задний ход, я могу подойти? Да, да. И управлять. Видя, когда в основном маневровые работы на территории депо производятся двумя людьми. Водитель и какой-то ответственный человек назначается, который смотрит, ну, за уличной обстановкой. Здесь же теперь она одна может. Мы сейчас все это приведем в порядок, помоем, почистим, подлатаем. То есть вагон будет как новый. Сегодня мы увидели отличный пример людей, которые переживают за свое дело. И делают это для ачинцев, для своих земляков. Пускай техника не новая, но зато в нее вложили душу, время и свое тепло. Так что, когда эти трамваи выйдут на линию, я думаю, мы все будем приятно удивлены. 16 октября прошла пресс-конференция, на которой Дмитрий Книга заявил, что подрядчик вновь не успевает сдать работы в срок. Причем, даже не уточняет в какой раз. Наверное, это потому, что Дмитрий уже и сам не помнит. В связи с этим фирма ООО «Капиталстрой», ответственная за работу на площади ДК, будет расторгнут договор в одностороннем порядке. А вот строителям с улицы Зверева дали еще 10 дней. Вроде как там все неплохо. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Улица Зверева не готова, а контракт с «Капиталстроем» не расторгнут. Выходит, все, что было сказано и обещано, ничего не выполнено. Почему же так происходит? Неужели Дмитрий Книга разговаривает с подрядчиком примерно так? Эээ, когда будет готово Зверева? Дмитрий Николаевич, полтора месяца минимум, не меньше, и готово. Эээ, нет. Чтобы через 10 было готово. И идет на пресс-конференцию со СМИ и заявляет, что все будет готово через 10 дней. Мы с подрядчиком все обговорили. Но нет же, такого не может быть. На мой взгляд, все должно быть примерно вот так. Когда будет готово Зверева? Дмитрий Николаевич, 5 дней и все будет готово. Эээ, давайте, чтобы все было нормально. Чтобы мусор не оставался. Техника вот эта вот не стояла. Чтобы по-нормальному. Дней 10. Ну или у него такой прикол, не повторяться в цифрах. Так, месяц уже давали. 15 дней обещали. О, 10 дней. Точно, 10 дней. 10 дней еще не говорили. Других объяснений нет. Совершенно очевидно, что 10 дней было мало. На днях местные СМИ, вооружившись камерами и Иваном Яценко, а он, между прочим, известный строитель с большим опытом, прошлись по улице Зверева и оценили, насколько хорошо проводятся работы. Кто его когда, вот этот камер, разработать или нет? О чем говорит? Разбей его чем-нибудь. Кто, какие грабли, какая лопата может это сделать? Никакая. Это же привезли, это надо собирать и выбрасывать все. Что вот это? Это вы суродовали. Вот они работали, они суродовали. Это называется все благоустройство сделано. О чем говорит такое благоустройство? Кто-то это будет убирать. Да никто не будет. Так и останется. Так и сдадут эксплуатацию. И будем деньги заплатить, снова люди поговорим, кто говорит, погалкаем, и на этом все закончится. Так все, сколько можно говорить. За это руки отрывать надо, а не деньги платить. О чем-то ведь какая-то работа. По зову Ивана Даниловича на объект лично пришел даже Дмитрий Книга, который, скорее всего, потом об этом пожалел. Но, тем не менее, кое-что пояснил. Сроки 30 октября, это уже предельно окончательные сроки. Объект нужно заканчивать и сдавать. Вот, поэтому в настоящее время усилен к тому, скажем так, контролю, который был ранее, дополнительно еще усилен контроль. Вы же 16-го числа сказали, что даете еще 10 дней. Видимо, время для вас ничто. Сегодня 31-е число. Результат налицо. Дмитрию книги, по-моему, в принципе, уже никто не верит. Как говорится в пословице, «Мели и меля твоя неделя» или «Год». Вот скажите, то благоустройство озеленения, чернозем, который кладет. Мы видим, что он половина непригодный. В чем заключается ваша непригодность? Ну, дослушайте до конца. Вы же не дали. Я закончу сейчас. Непригодность в том, когда все камеры сняли, когда я беру камеру, разбиваю глину, она не разбивается. Второе не разбивается. Граблей. Вот на всем участке, сколько мы прошли, нет ни одних граблей. Скажите, газон где-нибудь так делался или нет, чтобы можно было без граблей сделать газон в листе в эксплуатацию, сдать и показать, что он хороший. Можно или нет? Граблями. Закончили. Камни, грабли, глина. Это все на поверхности. Ну, а мы вам покажем, что скрывается внутри. Вот он весь мусор. Они просто его закапывают. Старый асфальт, который раньше здесь был. Его не вывозили. Вот она вся добросовестность подрядчика. Но что-то же должно быть позитивное в нашей истории. Давайте узнаем у горожан, какую оценку они дают преображению улицы Зверева. Да нормально сейчас. Хорошо сейчас становится. Поздно начали. Надо было раньше, с весны. А что сейчас они? В зиму. Ну, мы еще и того не видим, что будет дальше. Пока сказать не можем. Ну, в принципе, мне нравится. Хотя бы вечером будет гулять с коляской. Приятно. Нормально, но будем ждать, что еще доделают. И будет еще красивее. Ну, посмотрим, что весной будет, конечно. Тут все равно много не доделают. Поэтому... Ну, а вообще уютненько. Нравится. Ну, если бы все было вовремя сделано и качественно, так как должно было быть, то бы вообще шикарно было. Вот. Очень рады, что у нас такие работы проводятся. Вот. Очень, очень даже радует это. Ну, нужно все делать вовремя. Подведем итог. Сроки, выставленные заказчиком, не соблюдаются. Качеству работ много вопросов. Мусор просто закапывается. Мне кажется, как-то это все несерьезно. И с таким отношением к работе мы далеко не уедем. Возникает вопрос. Почему так происходит? И тут стоит обратиться к классикам. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что. Когда я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Но это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выпьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Дмитрий Книга сказал, что на улице Зверева он бывает по четыре раза в день. Верится с трудом. Может быть, он проезжает мимо четыре раза в день. А что толку? Может быть, Дмитрию стоит самому взять лопату и показать подрядчику, как нужно работать. Возможно, это у него получится лучше. Почему он сам к этому не пришел? Возможно, подсказать было некому. Или не хватает инструментов. А у подрядчика спрашивать как-то стыдно. В общем, мы решили подарить эту лопату Дмитрию. Здравствуйте. Этот подарок специально для Дмитрия Книги. Передайте, пожалуйста. Нет. А почему? Приходите в обычный день и передавайте сами. Наш подарок для вас, Дмитрий, передавать отказались. Но вы не расстраивайтесь. Он будет вас ждать по улице Свердлова, 74. Офис Запад, 24. Если каждый будет относиться к своему делу добросовестно, тогда разруха покинет наш любимый город. А что касается площади перед городским дворцом культуры, то журналистов там уже просто ненавидят. Я не могу... У нас всех морально даже не подошел. Я не могу вопрос не спросил. Наша камера. Вместо того, чтобы ходить радоваться, ходите тут б***ей занимаетесь. Все, мы вас вытушали. Комментарии здесь излишни. Поэтому песня. Вот и лето прошло. Словно и не бывало. Только площадь ДК. Лучше вовсе не стало. Все, что сбыться могло. Мимо нас пролетало. Сроки вышли у всех. Только этого мало. Только, 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 три месяца мало. Только, 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 три месяца мало. Только, только, только лучше не стало 23 октября состоялась сессия Ачинского райсовета На которой депутат Виктор Колпаков задал вопрос Новоиспеченному заместителю районного главы А теперь еще и исполняющему полномочия главы Дмитрию Клесову Будет ли он продолжателем Евгения Розенчугова? Или планирует работать по-новому? Я вам всем хочу сказать, как и депутат, Что ни одного незаконного документа я подписывать не буду Напомним, Евгений Розенчугов приобрел квартиры, непригодные для жилья И передал их детям-сиротам в эксплуатацию, став фигурантом уголовного дела Об этом мы рассказывали в одной из наших программ Евгению вменили статью «Халатность», полностью отстранили от работы И наложили ряд ограничений, но при этом его постоянно видели в администрации Он вел активные переговоры со своими подчиненными и депутатами Пытаясь повлиять на ситуацию в районе и на обстоятельства, послужившие поводом для его уголовного дела Тогда кабинет Евгения Розенчугова и еще двух его уже бывших заместителей был опечатан следователем Но вернемся к Дмитрию Клесову Как же он все-таки стал первым заместителем главы района? Вы думаете, голосовали депутаты? Нет Выбран народом? Тоже нет Документ о назначении Клесова подписал Розенчугов, который находился под следствием и был отстранен от работы Евгений Розенчугов с утра зашел на работу, сорвал печать из кабинета и подписал документ Вопрос, а являются ли действия Розенчугова законными? Сейчас это выясняет Ачинская прокуратура, не торопясь, проводя проверку Дмитрий Клесов появился неожиданно и по большому счету из ниоткуда Что вызвало массу легенд и предположений Поэтому мы решили задать все самые актуальные вопросы непосредственно самому Дмитрию Ваш профессиональный путь всегда был тесно связан с обеспечением правопорядка Как случилось так, что вы оказались в органах власти? Хороший вопрос Да, действительно, всю сознательную жизнь я носил погоны Начиная с 16 лет Ну, когда-то всему приходит конец В том числе и служба В погонах она имеет какие-то определенные пределы Это можно назвать даже элементарной усталостью Работаете 25 лет на государство Поносите погоны и вы это поймете Ну и, естественно, 16 сентября я ушел на пенсию По выслуге лет Общий стаж у меня льготный больше 27 лет Ну, соответственно, решил найти работу на гражданке Обратился Отправил резюме В различные организации, в том числе в администрацию Ачинского района На резюме ответили Как вы прекрасно знаете, здесь кадровый голод Очень серьезный На тот момент зам был всего один Сначала я переговорил, пришел в часовских Потом он, соответственно, сказал, пожалуйста, завтра будет глава Он должен принять решение Вспоряжение, все как положено Подписал глава Ну, это и логично Потому что как мог зам подписать на учителящего руководителя документы 16 числа он, Розанчугов, был на месте, на работе При исполнении обязанности Я вам больше скажу На тот момент, когда он подписал документы Я и даже не мог подумать, что его отстранят Всяком случае, он мне об этом точно не говорил Скажите, вы когда-нибудь рассчитывали попасть в ранг чиновников? Если честно, я вообще рассчитывал на должность заместителя По политическим, социальным вопросам Ну, когда я пришел писать заявление Глава мне сказала, что у нас вакант на должность первого зама Вы не хотите себя попробовать Я готов вам подписать заявление на первый зам Ну, как бы, знаете Учитывая, что я на тот момент Я еще не понимал разницу Нюансы какие-то Я говорю, ну, почему бы и нет Бывайте так Раз вы видите, что у меня первым замом Резуме он почитал Резуме, там было подробно еще расписано Вы знакомы с Евгением Ивановичем? Что вас связывает? Евгений Иванович, я вам так говорю Я Евгений Ивановича знаю Ну, наверное, вот Сколько тут? Чуть больше месяца Ну, до этого я его видел Я с города Ачинска уехал в 2017 году Да я его, может, видел раза два И вот сейчас вот Когда он подписывал мне заявление Я фактически увидел его, можно сказать, первый раз За последние четыре года Получается, без кумовства можно устроиться на солидную работу? Да я вам больше скажу Вот ко мне приходят, знаете, тут, я не знаю На должности начальников отделов Люди абсолютно, которые не имеют никаких, как говорите, кумовства Они знакомы, что? Мы же их принимаем А какому кумовству? Вот мы приняли специалиста по ЖКХ Какому кумовству? Ну, я вам так скажу Ну, я не знаю, конечно, для Красноярска, возможно Очень много, да, там, людей, которые имеют богатый опыт Ну, для города Ачинска Вы найдите руководителя, который имеет такой серьезный опыт работы Ведь я же работал не только на уровне района, да И на уровне края, на уровне области И вопросы решались и на уровне губернатора И на совещаниях присутствовало, и на губернаторских, и на министерских Больше скажу, я перед переводом в Томскую область Находился в резерве министра А это, извините, туда попасть очень сложно От Хабаровского края в свое время в резерв министра попало всего 3 человека Ну, вот, что-то, представьте, объемы какие-то Это очень серьезно И я, как бы, знаете, не считаю, что я там пришел с улицы просто так Евгений Иванович-то, он тут посмотрел, говорит Да у вас такой, как бы, опыт богатый работы Вы не хотите? Я говорю, ну, давайте я попробую, я вам что могу сказать Это же все под это сравнение И я тут, знаете, руками-то не цепляюсь Вопросов-то тут очень много Один вопрос только вот этого жилищно-коммунального сейчас комплекса Это, знаете, тут такую груз на спине у меня висит И, не знаешь, каждый день, чуть ли не в ручном режиме Вот, подвоз угля и все, это же так, это все серьезно Я вам скажу больше, так я и в некоторых нюансах побольше знаю, чем сотрудники действуют сейчас работающие здесь Вы уже начали знакомство с территорией Ачинского района Какие проблемы требуют первоначального решения? Что вы для себя отметили? Вот проблемы с ЖКХ сейчас, это самые основные Учитывая, что зима у нас практически, вот она уже Можно сказать, уже идет Сейчас основное, не дать людям замерзнуть Потому что с котлами там очень серьезные вопросы, очень много И их приходится решать вот сейчас вот с колес эти вопросы Практически, как я вам сказал, вот чуть ли не в телефонном режиме Вот это сейчас самое основное и каких-то там, еще раз говорю, стратегических перспектив Я пока перед собой не ставлю, нам надо решить вот самую основную, жизнедеятельность района обеспечить в полном режиме Самое главное Расскажите, как будете выстраивать кадровую политику с учетом дефицита кадров? Чтобы выстраивать на все, а кадры собрать Пока я вам скажу, что практически не с кем выстраивать эту политику А учитывая, что еще очень много сотрудников у нас на больнице там сейчас находится Пока, знаете, так очень серьезный вопрос Кадровый голод он вообще ощутит Правого отдела вообще нет Просто никого нет В настоящий момент эти функции исполняют сотрудники других управлений Ну, у кого есть юридическое образование У нас же юристы есть там практически везде Сейчас первым делом надо проводить все-таки у комплектов Они решают массу вопросов и без них вообще очень сложно работать Опять же говорю, специалисты по ЖКХ вот два дня назад приняли там женщины Вот только приняли А вопросы очень много по дорогам, даже по очистке и по всему остальному Ну, а коллектив, вы же уже познакомились, как вы вообще оцениваете? Специалисты везде одинаковые Будем работать, я вам что скажу Пока, знаете, кому-то давать оценки за две недели, ну, это сложно Я повстречался с руководством Ну, директора сейчас нету в отпуске А с руководством я ему объяснил Господа, вы тут должны очень оперативно все решать Не надо это растягивать на неделю, на две Там часы, решение вопросов это часы Ну, все И я говорю, либо вы меняете подход, либо ищите другое место себе Потому что тут только не падет Появились на примете специалисты, которых вы готовы принять в команду? Главного инженера мы приняли вот тоже буквально вчера Управление ЖКХ Сейчас он пока исполняет обязанности директора Будем дальше смотреть Потому что человек абсолютно с улицы практически До этого он в Русалле работал Ну, это к тому, что кумовство, не кумовство Там тоже достаточно серьезная должность Главный инженер получается Ну, сейчас-то я оцениваю их людей По профессиональным качествам, в первую очередь Он готов возглавить и руководить предприятием? Его не готов Ну, вот испытательный срок сейчас мы ему дали Там, грубо говоря, 10 дней Посмотрим, что он справится, не справится Мы его и приняли фактически на 10 дней Ну, с учетом дефицита кадров Имеет смысл спрашивать про увольнение? Или все-таки что-нибудь скажете? Ну, опять же, тут же главный инженер уволился 2 дня назад Потому что слишком жесткие требования Ну, я говорю, а как вы хотели-то? По другому не пойдет То есть, получается, ваш девиз Ответственно подходить к работе? Ну, все равно, так это везде так А что это в других организациях по-другому? У нас, по-моему, везде так должно быть Мы же на муниципальной службе находимся А как по-другому? Нам за это вроде как бы деньги платят Причем эти же жители, которых мы и должны обеспечить всем необходимым Ага, по-другому мы не видим А мне хитрить-то не с чем Я как бы человек-то фактически Я говорю посторонне По большому счету, даже вот первых руководителей Я уже никого не знаю Ну, 4 года я фактически здесь не жил Вот до смешного Начальник УУД нового, я его, например, не знаю вообще Прокурора я помню Он меня смутно помнит Начальник следственного комитета тоже новый пришел Я его тоже не знаю Может, до этого где-то, конечно, видел Даже вот силовиков, они говорят уже про гражданские Они вообще еще быстрее меняются Со всеми приходится знакомиться заодно То есть каких-то, ну, как сказать Каких-то коммерческих интересов У меня нет приказательников, никакого бизнеса у меня нет своего У родственников у моих тоже никакого бизнеса нет Ну, стой, да И фактически моя сейчас задача работать вот только по факту Для обеспечения жизни района Соответственно, раз руководство района отсутствует Подчиненные начинают расхолаживаться Мы же тоже это понимаем Ну, и руководители, если первых нет Поэтому тут по-другому-то никак не получится Я и Владимир Николаевич прекрасно Но он один остался уже на длительный период И он уже физически устал А сейчас еще вот эта вся обстановка с коронавирусом Она же тоже давит А как прошло ваше знакомство с депутатским корпусом? Ну, с депутатами мы со всеми еще встретимся и на периферии Потому что район-то объезжаем Я думаю, что перегорём Вот при Чулумском были, там депутат был на месте Там форшалось В принципе, депутаты, мы с ними должны жить очень хорошо Потому что мы решаем-то одни вопросы То есть с ними ругаться-то зачем? Понятно, что где-то надо там позицию свою отставить Они свою позицию отставят А работу-то мы с ними должны вместе Какие-то вот эти, знаете, войны, там подковерные непонятные интриги А для чего это все? Оно к хорошему-то не ведет Только надо работу какую-то выстраивать Конструктивную Все Я не скрываюсь Я и всем депутатам сказал Вы приходите, какие проблемы Будем обсуждать Любой вопрос насущный Любого там сельского поселения Нюансов вообще очень много Планируете ли вы принять участие в конкурсе по отбору главы района? Честно сказать, пока над этим вопросом даже не думал Но чтобы такие-то решения принимать Надо сначала все взвесить Очень внимательно И маленько ситуацию очень хорошо владеть Но еще пока Даже временной интервал, который я тут работаю Он еще не дает никаких гарантий Мы же прекрасно понимаем, что выборы проводятся там Голосованием депутатов С ними, конечно, надо переговорить Что они там сами-то по этому вопросу думают вообще Пока этот вопрос даже не рассматривался Я не знаю, возможно сейчас у меня срок есть Я сейчас подумаю, но пока такой вопрос еще не рассматриваю Не получается ли так, что это место вы рассматриваете как временное? Нет, знаете, у меня как бы не тот настрой жизненный Но я уже пришел, так давайте работать Я всем сказал Когда первый раз собирались, сказал господа Да я и работу пришел Но давайте работать, пытаться что-то выстроить Мы же понимаем, что у нас район Ачинский уж находится не в очень хорошей ситуации И, ну, плохой я бы даже сказал ситуации Давайте пытаться эту ситуацию изменить Да начнем с элементарного, чтобы мнение граждан о руководстве Ачинского района Наконец-то хоть поднять чуть-чуть его Давайте с этого, с самого простого начнем По долгу службы вы побывали в разных регионах Как вы можете оценить Ачинский район, исходя из разных показателей? Я вам скажу, что населенные пункты есть намного хуже, чем населенные пункты Ачинского района И школьные объекты, я посмотрел, которые есть, детские те же сады, что есть в намного худшем состоянии Я бы не сказал, что Ачинский район, знаете, на этом фоне смотрится как-то совсем негативно Все познается в стороне, неестественно Есть, конечно, где-то лучшая инфраструктура Но дороги в Ачинском районе, я бы не сказал, что самые худшие Есть, как бы, еще хуже в разы Опять же, те же школьные учреждения Ну, во всяком случае, я у всех был Но где я был, сказали, это не самые лучшие Что самые лучшие еще типа впереди Но где я был, во всяком случае, нормальные школы Понятно, там есть нюансы по ремонту и все остальное Так они всегда есть и везде Но если только это, конечно, не новая школа Построенная 3 года назад Ну, а вообще, домой вернуться приятно? Ну, ничего, я же местный Ачинский Я же не сторонний, непонятно откуда появился Родня вся здесь Ачинская Жены родня Ачинская Родители здесь живут, в городе Как мне все спрашивают А что, типа, все же на юг едут А, ну, я не знаю, что туда ехать на юг Я тоже знаю много людей, которые поездили по России А потом уехали куда-нибудь на юг Краснодарский край А нас там никто не ждет Вот они никому не нужны Доехать там-то, где родился, там уже идет По большому счету Понятно, что там теплее Ну, я так скажу Мы там никому не нужны Документ о вашем назначении подписывал Розунчугов Да Из своего кабинета Да 16-го числа Да Но он же в этот момент находился под следствием Ну, как я позже уточнил, уже позже Получается, по 15-е число он был отстранен фактически По 15-е число 16-е числа суд рассматривал как раз этот вопрос Но суд рассматривал этот вопрос после обеда, по-моему, в 14-30 что ли Вот такой нюанс Да, вот это очень интересный нюанс Этот вопрос, я так насколько знаю, Ачинская прокуратура проверяла И до сих пор проверяет И до сих пор проверяет Если там, естественно, это будет нарушением Но я так понимаю, для этого должен суд принять решение о законности этого распоряжения Но никаких документов так и не принято Если, естественно, суд сейчас признает назначение закона Ну, я тогда сложу полномучий и пошел Ну, даже не сложу, а фактически-то я, получается, судом отстранен тоже Ну, что сделать Просто на тот момент, еще раз говорю Это распоряжение кто-то другой не мог подписать Но не может Часовских назначить первого зама Потому что первый зам – это руководитель для него Ну, вот я не понимаю Может, конечно, я не Семенов в кадровых вопросах Но как, и когда Часовских я не услышал, приходил Он сказал, я не могу подписать распоряжение А завтра будет Разумчугов на работе Вот такой был разумчугов Мне-то как бы я подписал бы Часовских да и хорошо Какая проблема То есть, по сути, выглядит это так 15-го числа заканчивается Заканчивается, да Решение суда о его отстранении И у него, получается, до 12 часов есть время За которое он снова может прийти на работу Да, на тот момент он находился на рабочем месте Я вам больше скажу, он даже по табелю прошла ему оплата Ну, а потому что он фактически находится на рабочем месте Он на тот момент не был отстранен Он принимал все решения То есть, 16-го числа с утра, с 8 утра до 12 У него было время, которое он может работать И тогда был подписан этот документ Тогда он, да, я вам больше скажу Я даже не знал, что он там срочно вызвал Мне, потому что позвонились, приемом Сказали, Евгений Иванович ждет для подписания документов приезжать Все, я и приехал, привез пакет документов вот такой собой Ну, как-то доказать Но я пришел работнику строительства на работу Я что должен был у главы уточнять А он легитимен или нелегитимен Раз он подписан документ, он легитимен А потом, мне говорят, вот его отстроили с двух часов Я говорю, да извините, а я-то что сейчас, мне-то что надо сделать сейчас Я сам себя сейчас тоже не могу уволить, извините Теперь, вы знаете, я тоже был удивлен Когда в 2 часа дня я оказался его главой Ну, не в 2, я об этом узнал, конечно, позже, там, грубо говоря, в понедельник Я тоже был удивлен И я так понимаю, точку-то может только судья поставить Судья скажет, что это все незаконно Ну, извините, тогда что делать Тогда, значит, незаконно Насколько Дмитрий был откровенен в своих ответах, судить вам, нашим любимым зрителям Но мы знаем точно, что Ачинский район – это территория повышенного внимания Как со стороны краевых властей, так и градообразующих предприятий Поэтому за пост главы развернется нешуточная битва В которой пожелают принять участие как местные самородки, так и заезжие гастролеры Если вспомнить историю, как пять лет назад был назначен Евгений Розенчугов И чем для района это назначение обернулось То сейчас мы можем предположить, что развязка вновь будет неожиданной И как говорил немецкий философ Гегель, история повторяется дважды В первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса Запад 24, пока!